Доброе утро, Гульжан. Очень хорошее настроение. Солнечное и осеннее. Расскажите о себе, как давно вы занимаетесь в сфере нутрициолога, здоровительных программ, в сфере медицины, можно сказать? Ну, это уже больше 30 лет. В 1994 году возникли проблемы со здоровьем, не только у меня, но и у членов моей семьи. И я была вынуждена искать альтернативные методы восстановления здоровья. И вот так я и начала заниматься нутрициологией. Тогда еще наука не существовала. Она появилась позже и сформировалась уже где-то к началу 2000-х годов. Тогда я, узнав о том, что Институт дружбы народов имени Патриса Лумумба в Москве, организовал кафедру нутрициологии. И вот туда я поехала учиться. С тех пор, вот с 1994 года я занимаюсь этим профессионально. После этого еще было очень много специализаций по этой теме. И я так и осталась в этой теме развиваться. И до сих пор продолжаю свою деятельность. Много программ за эти годы было организовано. И лекториев по школам, и лекториев по предприятиям, и в государственных учреждениях. Мы работали все эти годы совместно с облздравом Североказахстанской области, со специалистами, с главными. 21 год назад я создала общественное объединение «Истоки здоровья». И вот название этого общественного объединения и легло в основу нашей всей деятельности. То есть есть такая фраза, и я ей определяю свою жизнь. Забвение истоков, опустошенность завтрашнего дня. То есть наше возвращение к традициям сохранения здоровья, вот это наше направление. Сегодня мы ведем школу осознанного здоровья. Она постоянно действующая, она бесплатная, то есть без оплаты. Мы ведем огромную просветительскую работу. Вот в данный момент у нас запущена неделя «Помоги себе сам». Спасение утопающего, делай рук самого утопающего. Поэтому мы на самом деле 90% своей жизни находимся сами с собой. И мы должны знать, кто мы и как нам себе помочь. Вот эту деятельность мы продолжаем осуществлять. Расскажите вообще, кто такой нутрициолог? Чем он занимается? Может, у него есть какие-то направления? Да, конечно, есть расшифровка этому. Нутрициолог – это консультант по сохранению и восстановлению здоровья. Конкретная его задача. А что туда входит? Правильное питание, программы какие-то, возможно? Ну, китайскую пословицу мы знаем, да, мы есть то, что мы едим. То есть наше тело формирует, понятно, то, что мы кушаем. И понятно, что питанию мы уделяем огромное-огромное значение. Опять же, отвечая названию «возвращение к истокам», мы людей сегодня возвращаем к натуральным продуктам питания. Сегодня, проанализировав не только я, но и Всемирная организация здравоохранения, такой-то я здесь родился – пищевой геноцид. Несмотря на то, что наши супермаркеты изобилуют разными продуктами, Организация Объединенных Наций сделала вывод, что по клеточному питанию мы испытываем голод. Мы не говорим о вкусах, мы говорим о том, что нужно клетке. Потому что в основе нашего зарождения, каждого из нас, лежала одна оплодотворенная яйцеклетка. И только из нее сформировались органы, человек сформировался. И только она диктует, как работать сердцу, как работать печень и так далее. Мы говорим о питании с точки зрения клеточного питания. А это спецпитание. Это даже не белки, жиры и углеводы. А это аминокислоты, витамины, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, ферменты. И все это натурального происхождения. Трудный вопрос, но он решаемый, это точно. А какие бы оздоровительные программы и принципы питания бы посоветовали людям в общем? Во-первых, первое, это вернуться к воде. Многие пьют все, что угодно. Мы на 70% состоим из воды, из жидкости. Поэтому наше здоровье на 70% определяет то, что мы пьем. Если это соки в тетропаках, если это фанта, если это кола, о здоровье разговаривать не о чем. Все сегодня говорят, и буквально из каждого, наверное, радио и телевидения звучит значимость воды. Но какой воды? Если бы 15 лет назад нам сказали, что мы будем покупать воду, мы, наверное, бы у виска покрутили. Но сегодня мы идем и покупаем воду. Мы понимаем, что из крана идет отравляющее вещество. И мы это не пьем. Это уже главное, что можно посоветовать. Разберитесь, что вы пьете, что пьют ваши дети. Это самое главное, потому что тут будущее. Второе. Очистительные программы. Не зря мы слышим и знаем слово пост. Воздержание от еды. И в каждой религии есть свои посты. Пост расшифровывается. Полное очищение собственного тела. И весной, осенью рекомендуется делать программы очищения. Это, понятно, травы. Это обязательно вода. Растительные ферменты. Все, что нужно, и чтобы участвовало в очищении не менее месяца. И обеспечить клеточное питание все оставшееся время, кроме когда время очистки идет. Понятно, что это все связано с психологией. То есть человек должен сначала понять, что ему это нужно, а потом он будет делать. Разобраться с этим. И поэтому, когда мы проводим первые встречи наших школ, мы так и говорим. Моя задача запустить ваш мозг, чтобы вы начали анализировать, хотите ли вы быть здоровыми или нет. Либо хотите вы взять свои руки в управление своим здоровьем, либо вы будете доверять это другим. И что вы делаете для этого. Вот такая наша задача и вот советы те, которые бы я сегодня озвучила. А вот есть ли определенные какие-то ограничения в виде или нагрузках для людей, которые болеют определенными болезнями, которые не могут себе позволить сильную физическую нагрузку, например? Да, конечно. Потому что если человек понимает, что у него есть проблема и у него есть какие-то ограничения, но он их не соблюдает, понятно, что он себе вредит. Но здесь мы идем немножко другим путем. Не путем официальной медицины, а путем традиционной медицины, на которой стоит аюрведа, то есть индусы, на которой стоит Тибет, китайцы. И их миллиарды, а у нас почему-то мы как-то вымираем, как-то население у нас никак не увеличивается. Поэтому они недалеко от природы не отходили, и у них все хорошо. Поэтому ограничения, например, если человек гипертоник, доктор дает ему определенные ограничения в том же питании. Мы идем немножечко по другому пути, мы отталкиваемся от причин. А что вызывает давление? Мы убираем причины, и поэтому у нас немножко ограничения, либо советы в еде немножко другие бывают. Например, ограничения в белом хлебе. Сразу. Это да. Ограничения в дрожжевых продуктах. Это да. Если бы наше население ело бы меньше белых булочек с дрожжами, то нация была бы точно здоровее. А в чем вот вред дрожжевых продуктов? Это очень глубокий вопрос. Но дрожжи – это то, что называется грибком. Так и называется. Так вот, есть уже даже предположения и доказательства, что как раз разные стадии созревания грибка внутри нас, и дрожжей в том числе, они вызывают очень большие проблемы в организме. Есть исторический факт. Я думаю, что я никого не удивлю. В 1946 году, когда закончилась Великая Отечественная война, и Советский Союз победил, пришла гуманитарная помощь из Германии. Вагон прессованных дрожжей. И Жанна Бичевская, это известный человек, она начала эту историю разматывать. И опубликовала сертификат, с которыми дрожжи приехали в Советский Союз. Так вот, там даже присутствует цианистый калий, кальцинированная сода и многое чего другого. То есть нас решили подтравливать еще с 1946 года. Мы приняли это, ушли от хлебов, которые делались на хмелю, на заквасках. Ну, дрожжи же проще. И вот есть такая уверенность в том, что именно дрожжи сыграли свою роль, очень опасную роль в том, что заболевания все больше и больше. И диагнозов все больше и больше. Ну, давайте немного отречемся от этой темы. Смотрите, например, как нужно начать правильный свой день. Так как сейчас очень много гаджетов, все полностью поникли туда. Первым делом, когда люди просыпаются, они сразу берут телефон. И сидят в соцсетях, рассматривают галерею, возможно. И как начать правильно свой день, свое утро, чтобы был заряд энергии, чтобы энергия была на весь день, хватало ее? Ну, понятно, что есть свой сформированный уже у нас стереотип за эти годы. Во-первых, когда проснулся человек, уже, слава Богу, у него новый день. Так вот, порадоваться новому дню, быстро не вставать с постели, полежать, потянуться, посидеть, встать и обязательно выпить. 650 миллилитров биологически доступной щелочной воды. Это первое. Потому что всю ночь наши зубы не работают, они отдыхают. Но почему-то нам сразу хочется пойти в туалет и почистить зубки. Почему? Потому что с 23 часов в организме человека начинается внутри нас переработка всего, что мы съели за день. Там работает химическая лаборатория с выделением большого количества кислот и углекислого газа. И когда мы просыпаемся, мы прокисли. Нобелевскую премию дадут тому, кто хоть одного щелочного человека найдет утром. Все прокисают. Так вот, для того, чтобы смыть эту кислоту, нам нужно щелочное питье. Щелочная вода. И причем теплая. Промыть это все. В 1931 году Отто Варбург доказал, что раковая клетка в щелочной среде не размножается. Поэтому сразу же, выпив щелочной водички, человек профилактирует вот такое страшное заболевание. Это первое. Ну, а традиции в своей семье каждый сформирует, да? Поэтому у меня есть, я купила специальную такую картиночку, на которой написано, как себя вести на кухне и за столом. И там конкретно написано, убрать телефоны. Все, кто не убирает телефоны на завтраке, телефоны исчезают на сутки. То есть я забираю на сутки телефоны, это так я вот жестоко поступаю с внуками. У меня их четверо. Они уже знают. То есть привычки вырабатывать другие. И главное смыть кислоту и, конечно же, хотя бы кушать без телефонов. Это тоже уже хорошая привычка будет. Еще в наше время очень много проблем с ожирением. Как среди детей, так и среди взрослых. Как с этим бороться и по какой причине вообще возникает ожирение? Я сразу скажу, что это никак не связано с жирной пищей. Жир в жир не укладывается. В жир укладываются углеводы. Наши булочки, наши самсы, наши пирожки с дрожжами. Вот это все, это углеводистые заболевания. Это все виноваты углеводы. Они бывают сложные, они бывают простые. Так вот, сложные это сухофрукты, это то, что в фруктах сложные углеводы. А простые это когда сахар, сахар, сахар. Причем питье, увлечение кока-колой, пепси-колой, соками в тетропаках. Там огромное количество сахара. Сахар используется как консервант. И он и раздувает наших людей. Но никак не жир. А отчего появляется бессонница у людей? И как влияет режим сна вообще на организм человека? Это очень важная составляющая здоровья. Потому что с приходом цивилизации все изменилось. До тех пор, пока не было света, солнышко садилось, люди спать ложились. Как и весь мир. Живой мир на земле. Но с появлением электричества человек начал менять свои биологические ритмы. Но забывая о том, что на свои ритмы он может влиять, на ритмы земли нет. То есть весна, осень, зима от нас не зависит. Вечер, утро от нас не зависит. Мы люди природы. Это мы должны под природу подстраиваться, а не природа под нас. Мы от нее так отвлеклись, что мы нарушаем себе все циркадные ритмы. А у нас все органы и системы работают по ритмам. Если мы не легли в 22 часа спать, то у нас не образуются те гормоны, которые нужны. Понимаете, они заходят по часам, начинают работать органы. И есть активные фазы работы печени, работы поджелудочной железы. Если мы их сбиваем, то есть если мы кушаем в 12 ночи, то мы вообще все сбили. А у нас есть такой афоризм – не уснул вовремя, объелся. Тогда холодильник страдает. Поэтому это очень важно – вставать с солнцем и ложиться с солнцем вместе. Но так не получается. Но придерживаться этому надо. Конечно же, это перенагрузки эмоциональные. Влияют на сбой сна. Это стрессы влияют, конечно же. Но надо как-то уже дисциплинировать себя. Потому что тот, кто не спит ночью, он днем практически не работоспособен. Конечно же, от того, как человек выспался или не выспался, зависит все 24 часа в сутках. Это очень важно. А какие советы вы могли бы дать людям, чтобы они начали придерживаться здорового образа жизни, настраивать свой режим? Какие можете дать советы? Вы знаете, Гуджан, вот здесь очень трудно, потому что когда-то, когда-то я поняла, что то, что мы делаем, чем мы занимаемся – это революция. Революция на уровне мозга. Просто революция, взял ружье, пошел, отвоевал, да. А здесь нужно, чтобы человек понял, и первое что, чтобы захотел понять. И, конечно же, мы не можем принуждать людей. Мы просто личным примером, собственным примером, ну, как бы показываем и рассказываем, приглашаем. Вот почему мы ведем все без оплаты. Сегодня консультация нутрициолога доходит до обоснословных вообще цифр. И онлайн, и по-всякому. Мы работаем без оплаты. Потому что услышать человек, может быть, задумается. Принуждать его к этому невозможно. И сожалею лишь о том, что к нам приходят уже как в последнюю инстанцию. Когда уже ничего не помогло, когда уже СОС, вот тогда они к нам приходят. И тогда нам достается сложно разбираться. Но тогда человек уже слышит и что-то начинает делать. Мы ведь сами сюда пришли с проблемами. Если бы не было проблем по здоровью, ну, не была бы я здесь. Ну, вот так устроен человек. Пока жареный петух не придет в гости. Вот везде говорим, везде рассказываем, не жалеем времени и сил. То есть зависит все от самого человека, да? Конечно. Помоги себе сам, да. Спасибо, Надежда, за уделенное для нас время, за информацию и советы. Мы надеемся, что для наших зрителей это было очень информативно и полезно. А вам желаю достижения больших целей. Спасибо большое, Гульжан. Это на самом деле творчество. Потому что каждый человек, творец, сам себе, да. И работа с людьми, она предполагает быть творцом, творческим человеком. Спасибо огромное за приглашение. Спасибо.